всем привет это ольга швец добро пожаловать на мой канал и сегодня мы поговорим о корейском уходе я не из той категории блогеров которые просто вот открыли посылку и начали нахваливать сейчас в доказательство своей правоты я вам привожу в пример вот мой пост в инстаграме если вы его найдете то вы увидите что он пяти недельной давности то есть соответственно я уже попробовала уже оценила и ничего такого знаете априори как бы вот вот люблю нравится я нахваливать не буду я действительно пробую этот продукт и мне действительно он нравится это корейский уход это комплексный уход и это помимо тех привычных косметических продуктов которые мы знаем что должны у нас быть после 40 45 сегодня мы как раз будем говорить о возрастных взрослых девочках кошечка опять скребет лапкой об коробку давай понять что у нас здесь вот только на мой хороший характер вот такое поведение и так поехали по корейскому уходу красот я постараюсь ложится в пять минут и так то что касается непосредственно пилинга скатки я уже писала я уже писала в инстаграме кстати кто на меня там не подписан ольга . швец вы также меня без проблем найдете там можно почитать найти пост вот именно про эту виноградную пилинг скатку и все вообще узнать значит как себя ведет она на коже лично как делаю я чтобы почувствовать эффективность и чтобы почувствовать то что этот препарат косметический они просто там какая-то мазня которого куда-то раз такая и вообще непонятно блана или нет этот препарат работает работает каким образом повторюсь как это делаю я я наношу небольшое количество на лицо шею и зону декольте и просто совершенно слегка массирую руками кончиками пальцев по массажным линиям и когда вы сделайте это первый раз если вдруг все таки поймете что пилинг скатка вам необходим и вам хотелось бы попробовать я рекомендую кстати как девочкам так и мальчикам я повторюсь будет просто все отлетать кусками вы умываетесь и делайте то же самое второй раз отлетать уже будет гораздо меньше от того же самого количества и снова умылись и третий раз и будет очень незначительное осуществление поэтому можно сделать вывод что это не какая-то химическая ерунда и не какой-то химический там замес вообще обманные там что вот просто вот его мажешь и все кусками полетело и каждый раз одинаково нет первый раз много второй раз средний и третий раз совсем чуть-чуть будет случиваться а следующий шажок второй это вот эта замечательная линеечка я напишу как она называется под видео вот так выглядит флакончик давайте сделаем да вот так секунду вот так название это сером содержанием секреции улитки я вообще не читала по этому поводу ничего но как мне кажется что вот эта самая белая улиточка вот кстати мы видим сером для глаз и для век из этой же серии это такая вот очень милая и очень немаленькая вот такая вот подарочная упаковочка и я пробовала уже улитковые крема я заказала один раз на китайском сайте когда у меня был такой китайский шапоголистический бум просто где заказывал за полгода там 8 посылок по 5 килограмм вот благо это все уже позади но там не все было такое вот шапоголистическая там как раз все было и серии вот в основном все вот было как надо и вот один из моментов это был крем с улиткой вполне возможно в наши крема которые мы используем каждый день российских марок тоже добавляется секреции улитки вполне возможно тоже добавляется гиалуроновая кислота в той или иной пропорции но вот непосредственно девочки вот корейских кремах китайских кремах потому что это нации которые помешаны просто вот на ровной светлой хорошей кожи неважно сколько женщин и лет вот почему всегда говорят японки они молодолитки вот азиатки они молодолитки да они молодолитки это потому что они вообще делают для этого неимоверные усилия на самом деле там и мезороллеры там и вот именно гиалуроновая кислота и крема с улиткой причем с большим содержанием этой самой улиточки и поэтому вот то что я сегодня перечисляю если у вас нет такого дикого желания загонять себе под кожу там какие-то химические вещества да чтобы ее выровнять ее можно выровнять снаружи ее можно выровнять изнутри кстати по поводу того что как и чем она выравнивается я обязательно приготовлю видео потому что ну это очень правда интересно такое небольшое логическое лирическое вернее даже небольшое лирическое отступление в общем так или иначе сейчас я зачитаю название аккаунта с которым я задружила в инстаграме я вообще ну вот как видите не раньше позже мы пришли потусоваться когда мама пишет видео и так аккаунт называется корей бьюти екб вот такое все красивое вот мой пост кстати репост 0 и я рядышком положила специально с планшетом для того чтобы можно было сравнить размер и объем вот она я ну и тут как бы мой небольшой отзыв первое впечатление как видите это было шесть недель назад поэтому я составила свое мнение и что касается вот этого тинта пленочкой да про который я говорила мы отдельно поговорим скорее всего на его тему потому что продукт спорный у блогеров он вызывает совершенно разные впечатления мнения я еще им попользуюсь и я обязательно кстати кто не подписан подпишитесь на мой инстаграм вот он здесь много красивого много интересного это моя работа это тоже моя работа как фотограф а вот она саша если ты смотришь приветик тебе вот тут значит у нас фикс прайс вот косметика вам цен вот мне очень повезло я напала на нубу и это мои помады нуба вот разумеется когда я напала я не смогла да тут кстати написала вот по поводу полины гагариной кончиты в общем у меня я могу сказать что инстаграм может быть даже интереснее вот еще моя работа не инстаграм я думаю что даже немного интереснее анюта тебе тоже кстати большой привет скоро поедешь на работу скорость сезон вот ну и кстати вот кисточки серо крин или черо крин их называют обратите внимание у них тоже скошенные ручки тоже кстати готовлю в ближайшее время обзор мы общаемся с некоторыми блогерами на эту тему вот мое фото это для анны молокшиновой мы снимали давненько снимали ну в общем вот у меня модель была в китае такие шоколадки это репост вот кстати как мыть кисти тут у меня написано в общем девочки в инстаграме мне можно тоже почерпнуть много интересного кстати моя публикация на официальном сайте вог италия так что давайте общаться и кошечка передает вам большой привет всем всего хорошего пока